Всегда мечтал в детстве о таком барабане А у меня был вот такой вот степашка, но я его потом где-то потеряла, так долго плакала, не могла найти Добро пожаловать в музей историко-культурного комплекса Вятская «Детский мир» Я рада, что вам здесь нравится, но все-таки предлагаю начать нашу экскурсию с историей игрушек С первого зала Идем Представьте себе, что еще сто лет назад в нашей стране не было фабрики, которая бы производила детские игрушки Как же тогда жили наши дедушки и бабушки? Как они играли? Им игрушки делали матери из подручного материала, из старого меха, из каких-то лоскуточков, тряпочек А вот во Франции были фабрики уже во второй половине 18 века И особой популярностью пользовалась кукла Пандора Она выпускалась в сундучке, продавалась Их было две Одна была призвана демонстрировать вечерние наряды, а вторая дневные И вот в России на рубеже 19-20 веков на пике интереса ко всему русскому решили заказать в Германии куклу, которая бы демонстрировала русский национальный костюм И вот у нас в нашей экспозиции такой редкий экземпляр имеется Вот у вас в руках куколка, выполненная из прессованных опилок Беда этих куколок заключалась в том, что если куколка падала, то она отбивала носик, что вы видите нашей героине То есть была любимая она, играли ей много? Любимая играли много, зацеловывали непременно Мы видим даже потертости на щечках от внимания хозяйки Побочный продукт Охтинского химического комбината Вот такие вот целлуноидные куколки, очень легкие Мальчишки моего детства хорошо знают, что такие куколки хорошо дымят И не дай бог случайно подставить куколку к печке, которая топится Ну и, конечно же, обратили вы внимание, у вас только головки куколок Тельце мама могла смастерить дочке сама Или, если девочка уже была подростком, то тоже могла сделать А вот у меня куколка, обратите внимание, ручки, ножки, все шевелится Очень легкая и очень изящная В этой витрине у нас представлена работа ленинградского скульптора Марианны Матавиловой Обратите внимание, какие позитивные и жизнерадостные куколки И, конечно же, они у ребенка рождали светлое, радостное настроение И я думаю, что владелице такой куколки хотелось походить на свою игрушку Вы знаете, такую куклу называли куклами галка Потому что глазки у нее закрываются А, пожалуйста, она может лечь спать, ручки и ножки шевелятся Посмотрите, какой замечательный ребеночек Ура! Мне купили собаку! Малиш, ну я же лучше собаки Посмотри, я в меру упитанный мужчина в самом расцвете сил Если ты не будешь меня любить, я включу пропеллер и улечу Ну ты же обещаешь вернуться? Конечно Какую куклу нельзя спать уложить? Ну, конечно же, не валяшку, она была у каждого советского ребенка Представьте себе, что ученые утверждают, что неваляшки пришли к нам из Японии И что этой игрушке 2000 лет И называли японцы свою неваляшку Дарума А вот русские ученые полагают, что это вполне наша отечественная игрушка Волжские рыбаки из поплавков, которые имели форму шара Внутри были полые, делали своим детям неваляшки Внутри вставали грузик, а этому шару придавали форму мужика или бабы И называли они своих неваляшек Представьте себе, чебурашками Ну, что чебурашка наша исконно русская или советская игрушка В этом мы уверены на 100% Кстати, вот из его же, мне кажется, раздела есть и вот такие вот неваляшка, крокодил и гена В моем детстве таких крокодилов не было Но, вероятно, кто-то из детей играл и устраивался ее представление с такими куклами Обратите внимание на очень редкие экземпляры в нашей коллекции Неваляшка кукуруза А неваляшки с ручками Это тоже очень редкий экземпляр Нереальное количество игрушек И даже они рассортированы по фабрикам Ну, вот, например, Ивановская фабрика игрушек А вот тут химический зонот Луч Ярославский Тоже много разных игрушек выпускает Куйбышевская фабрика Произвестное объединение Вятка Смотри, Мальвина с Пауратино Да, вместе и, наверное, Артемон Так, Загорская фабрика игрушек Игрушки от московских фабрик С 70-го и 80-го года Кукломашенька Их целую витрину куполмашенек Да, а тут московская фабрика сувенирных и подарочных игрушек Настенька, Аленка и Тамара Каплизная Аленка, я хочу заметить Бывают и такие девочки Московский завод игрушек Кругозор Смотри, какие у них особенности Очень большие глаза и почему-то плоские головы Кукла Тарасик Тарасик Вот давно не называют детей Тарасиками Московский Кукла московских художников-игрушек Смотри, это как авторское произведение А внизу мы видим кукол из всех представительниц Союзных республик По-моему, есть и украинцы, и молдаванки И русские, и татарки В общем, если захотите изучить историю То вам сюда, в музей детской игрушки И это действительно так В экспозиции второго зала У нас представлены все 15 республик 15 сестер Куклами в национальных костюмах Я вас приглашаю Как классно, сколько разных кукол И все в национальных костюмах Мне кажется, я даже нашла того, кто похож на меня Вот ее зовут Гульнара Да, здесь все, кто к нам приезжает Находят представителей своей национальности Даже фанаты Рижского Динамо Вот, кстати, про мальчиков я бы хотел поговорить Потому что, что же все про кукол А вот я, например, вижу Для мальчиков самое крутое Это вот такая железная дорога У меня, к сожалению, ее не было в детстве Да, это мечта каждого мальчишки Железная дорога, которую вы здесь видите 1952 года выпуска Есть и более поздние модели Действующие Можно прям поиграть Разрешаю Заводная железная дорога О, поезда Поехали Включаем А я вижу целое мальчиковое счастье Целую витрину С солдатиками С автоматами С пушками С гранатометами Мне кажется, вот отсюда Любого мальчика Даже в возрасте 40-50 лет Ну, просто не оттащишь Девочки готовятся стать мамами Играют в куклы Спать укладывают Кормят Ну, а мальчики готовятся быть защитниками Отечества И поэтому их игрушки Вот такие вот пушки Скажу вам Достаточно точная модель пушки С 20-30 метров точно попадает в цель А здесь вы видите Солдатики Всех времен и народов И танки И самолеты И пушки И все это И легендарные Катюши, да? Да, и даже есть легендарные Катюши Смотри, какой пистолет Это, наверное, бластер Каких-то советских времен Пистолет-импульс А вот тут, смотри Еще автомат есть Вот такой точно, по-моему, у меня был Это ППШ, мне кажется Пистолет-пульной Я думаю, нам самое время уходить Пусть поиграет В защите отечества готов А сейчас я вас оставляю В интерактивной зоне Где вы ощутите всю прелесть Возвращения в детство Малыш спит Я всех победю Эй, вперед Я тру вперед, на врагах Нет, малыш Музей Детский мир Села Вятская Добро пожаловать в детство Добро пожаловать в детство